За сенатором пришли в Совет Федерации. За сенатором пришли в Совет Федерации и Рауф Арашуков задержан по подозрении в организации двух убийств. 145. Коммерсант от 30 января 2019 года, 11.48, обновлено в 16.1. Совет Федерации сегодня дал согласие Генпрокуратуре на уголовное преследование сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, который на выходе из зала заседаний был задержан сотрудниками ФСБ. Ему предъявлено обвинение в убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. В ближайшее время следствие обратится в басманный райсуд с ходатайством о его аресте. По делу в СИЗА уже находится несколько человек, как минимум один из которых дал показания на господина Арашукова. Также сегодня был задержан отец сенатора Рауля Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества и хищении газа на 30 миллиардов рублей. Обвинение в организации убийств с ходатайством о даче согласия на привлечение Рауфа Арашукова к уголовной ответственности в СФ обратился Генпрокурор Юрий Чайко. Он же сегодня утром обнародовал документ на заседании СФ. По некоторым данным, за реакцией сенаторов следил глава СКР Александр Бастрыкин, находившийся в зале. Рауф Арашуков подозревается СКР в организации нескольких преступлений, в том числе и резонансных убийств лидера молодежного движения ДГХС Аслана Жукова и советника экс-президента Карачаева Черкесии Бориса Эбзеева Фраля Шибзухова, совершенных в Черкесске еще в 2010 году. Господина Жукова застрелили в машине на его же автомойке, а господина Шибзухова избили бейсбольными битами, а затем, когда он попытался убежать, застрелили. Как следователи вышли на Рауфа Арашукова, преступления долгое время оставались нераскрытыми, но в 2012 году следователи СКР задержали подозреваемого в убийстве местного жителя Арасула Аджиева. Ему было предъявлено обвинение в убийстве господина Жукова, но в итоге суд оправдал киллера за недостаточностью доказательств его причастности к преступлению. После этого родственники господина Жукова провели несколько акций протеста. По распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, это и другие уголовные дела о совершении особо тяжких преступлений в КЧР местное подразделение передало в центральный аппарат следственного ведомства. Туда и явился уже оправданный Аджиев, решивший признать свою вину и рассказать об организаторах преступления. По словам киллера, заказ к нему поступил от Руслана Агаева, мужа сестры сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, у которого он служил охранником. Руслана Агаева задержать не успели, он улетел якобы для того, чтобы лечить болезнь легких в ОАЭ, откуда не вернулся. Как на сенатора Рауфа Арашукова завели дело в ОАЭ, 9 ноября 2018 года следователям было вынесено постановление об объявлении господина Агаева в федеральный розыск, а уже на следующий день он оказался в розыске международном. 23 ноября Басманы Райсуд заочно арестовал мужа сестры сенатора, также заочно обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия, СТ. 105 СТ. 222 УК, на два месяца с момента его задержания или выдачи России. В показаниях Аджиева заказчиком этого и целой серии других убийств назывался сенатор Рауфа Арашуков, однако для того, чтобы установить его непосредственное участие в преступлениях, следствию понадобилось время. Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила твердый знак, что пока сенатор от КЧР подозревается в убийствах господжукова и Шабзухова. Источник твердый знак отметил, что задержали экс-сенатора сразу, потому что ему инкриминируются особо тяжкие преступления. А кроме того, у сотрудников ФСБ, осуществляющих оперативное сопровождение расследования, была информация о планируемом вылете политика из страны. Предъявлены обвинения, позже в среду СКР предъявил Рауфу Арашукову обвинения в совершении преступлений, предусмотренных Ч.3 ст. 210 УК РФ, участие в преступном сообществе, Ч.4 ст. 309 УК РФ, давление на свидетеля, Ч.2 ст. 105 УК РФ, убийство. На допросе Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен. Позже адвокат Арашукова Евгений Устин заявил, что сенатор не признает вину в участии в организованном преступном сообществе и убийствах. Кроме того, он опроверг сообщение о том, что его подзащитный попросил переводчика. Это все ерунда, при мне он переводчика не просил, русским языком владеет хорошо, цитирует Риа Новости Устина. Видеобеседы Арашукова со своим адвокатом, без звука, опубликовал СКР. Источники Твердый Знак также отмечают, что в правоохранительных органах имеется информация о том, что господин Арашуков мог быть причастен и к мошенничествам в особо крупном размере. По данным источников Твердый Знак, одним из свидетелей по делу в отношении сенатора Арашукова выступает экс-сенатор от КЧР Вячеслав Дерев, который сейчас сам содержится под стражей в Москве по обвинению в махинациях с НДС. Источник Твердый Знак отметил, что, поскольку КЧР Республика небольшая, уже через несколько дней всем было известно, кто именно стоит за убийствами господжукова и Шабзухова. Но благодаря своим связям в правоохранительных органах, в том числе в региональном СКР, влиятельный в республике клан Арашуковых смог отвести от себя подозрения. Несмотря на многочисленные митинги родственников погибших и их обращения в органы федеральной власти, расследование фактически не продвигалось. Между тем в 2012 году господин Дерев дал интервью, в котором фактически указал на причастность господина Арашукова к громким преступлениям в республике. Вскоре последовала ответная реакция в коммерческие структуры, связанные с сенатором. Пришли силовики. После обысков было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК, закончившейся арестом самого господина Дерева, которому в нынешнем году исполнится 70 лет. В окружении господина Дерева мало кто сомневается, что за его уголовным преследованием может стоять господин Арашуков и связанные с ним люди. Вячеслав Дерев объяснил следствию, на чем основаны его подозрения в адрес действующего сенатора от КЧР. В окружении экс-сенатора надеются, что после задержания сенатора Арашукова по делу господина Дерева будет проведена проверка, которая закончится прекращением его уголовного преследования. Почему задержали отца сенатора? Одновременно с задержанием в Совете и Федерации в Санкт-Петербурге в здании «Газпрома» был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. С конца 90-х он руководил различными подразделениями межрегионгаза, а с 2011 года работал советником генерального директора «Газпром» межрегионгаз, координируя работу филиалов компании в Северокавказском федеральном округе. Арашуков-старший сообщили твердый знак ВСКР, в делах об убийстве пока не фигуирует. Зато его подозревают в Организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Ч. 3 ст. 210 УК. По версии следствия, он причастен к хищению природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей Рауф Арашуков, очевидно, являлся участником этого ОПС, отвечая в нем за силовые акции и политическое прикрытие. Отметим, что по инкриминируемым статьям УК Арашуковым-ладшему грозит пожизненный срок, а его отцу до 25 лет лишения свободы. Советник генерального директора Газпром-межрегион-газ Рауля Арашуков Фото, Интерпресс, Фотоэкспресс. В рамках расследования сотрудниками СКР, ФСБ и полиции сегодня были проведены десятки обысков в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе и Черкесске. Официально в КЧР задержание сенатора от исполнительной власти не комментируют. Однако, как рассказал источник Твердый Знак, сейчас в родном селе Рауфа Арашукова настоящая паника. Что известно о деятельности клана Арашуковых. Семья Арашуковых делала большие вложения в Хабейский район, которым управлял несколько лет будущий сенатор. В республиканской администрации, опять-таки неофициально, говорят, что от клана Арашуковых в республике уже все устали, и они всем надоели. О падении влияния этой семьи в регионе свидетельствовало то, что 18 января на дне рождения Рауля Арашукова отца сенатора, о котором закрепилось мнение как о газовом короле Северного Кавказа. С конца 90-х он руководил различными подразделениями Межрегионгаза, а с 2011 года работал советником генерального директора Газпром Межрегионгаз. Координируя работу филиалов компании ВСКФО, отсутствовали не только приглашенные топ-менеджеры Газпрома, но и представители республиканской власти. Видясь этого торжества разошлось по социальным сетям. Впрочем, ряд источников полагает, что этот арест косвенно отразится на репутации главы КЧР Рашида Тимрезова, который давал добра на представление скандально известного в республике Рауфа Арашукова в российский парламент. Практически в течение часа с момента появления информации об ареста сенатора полицовет регионального отделения ЕР Карачаева-Черкесии сообщила при остановке членства в партии задержанного Арашукова. Николай Сергеев, Александр Ларинцева, Пятигорск, Уголовное дело против действующих парламентариев. 17 октября 2003 года Генпрокуратура обвинила президента компании ЮКОС Москва Василия Шахновского в неуплате налогов на 29 миллионов рублей. Спустя неделю он был избран сенатором от парламента Эвенкийского АО. В ноябре того же года решение об избрании господина Шахновского сенатором было отменено судом из-за нарушения процедуры. После этого он сам написал заявление о прекращении полномочий. 5 февраля 2004 года суд приговорил экс-сенатора к году у тюрьмы, но освободил от наказания в связи с изменением обстоятельств. Василий Шахновский возместил причиненный ущерб фото. Коммерсант Василий Шапошников. 2 июня 2006 года сотрудники ФСБ задержали сенатора от парламента Калмыкии Ливона Чахмахчана при получении взятки в размере 300 тысяч долларов у главы Совета директоров компании TransAero за урегулирование проблем со счетной палатой. 17 июля 2008 года Мосгорсуд признал экс-сенатора виновным в крупном мошенничестве и приговорил его к 9 годам лишения свободы. В ноябре того же года Верховный суд сократил срок до 7,5 лет. В мае 2011 года он вышел по Удафото, коммерсант Григорий Собченко. В ноябре 2006 года в Мосгорсуде началось рассмотрение дела Кингисепской группировки киллеров. 16 января 2007 года в Бишкеке по обвинении в организации двух убийств был задержан сенатор от Башкирии Игорь Изместиев. Он был доставлен в Москву. Позже добавились обвинения в бандитизме, даче взяток, терроризме. 28 декабря 2010 года экс-сенатор был приговорен к пожизненному заключению фото, коммерсант Алексей Куденко. В январе 2007 года Генпрокуратура возобновила следствие по делу о хищении в 1997 году 231 миллион долларов в МАПА-МИК, подозреваемым по которому проходил сенатор Андрей Вавилов, Пензенская область. 10 января 2007 года Верховный суд признал наличие состава преступления, однако сенатор не был лишен иммунитета. В июле 2008 года дело прекращено в связи с истечением срока давности фото, коммерсант Дмитрий Духанин. В октябре 2011 года было возбуждено уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Парламентарии обвиняли в рейдерском захвате здания в центре Москвы, но не смогли привлечь к ответственности из-за депутатской неприкосновенности. В 2018 году дело было закрыто в связи со смертью обвиняемого. Он был застрелен в Киеве, где скрывался от следствия фото, коммерсант Роман Яровицин. 6 июля 2012 года после обращения генпрокуратуры РФ депутаты Госдумы сняли депутатскую неприкосновенность с коммуниста Владимира Бессонова. По версии следствия, в 2011 году парламентарий организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг перед резиденцией полпреда президента РФ в ЮФО. В 2018 году Кировский районный суд заочно приговорил Владимира Бессонова к трем годам лишения свободы за нападение на полицейских, присутствовавших на митинге, и объявил его в федеральный розыск фото, коммерсант Дмитрий Духанин. 7 апреля 2015 года депутат Госдумы Илья Пономарев был лишен неприкосновенности, а 17 июля заочно арестован за пособничество в растрате 22 миллиона рублей фонда Сколково. Сейчас он проживает на Украине фото, коммерсант Евгений Курсков. 21 ноября 2017 года в Ницце был задержан член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов. Российского сенатора обвинили в налоговом мошенничестве при покупке недвижимости стоимостью 400 миллионов, несмотря на двукратную просьбу прокурора отправить Сулеймана Керимова под арест. Суд оставил его на свободе под залог 40 миллионов. В июне 2018 года французская полиция сняла все обвинение и вернула залог фото, коммерсант. Дмитрий Духанин. 3 августа 2017 года Озижский городской суд, Челябинская область, признал сенатора от Челябинской области Константина Цыпко виновным в получении взяток в особо крупном размере, около 28 миллионов рублей, и приговорил его к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 70 миллионов рублей фото, коммерсант. Александр Кондратюк. 19 июня 2018 года в Госдуму было внесено представление Генпрокуратуры в отношении Вадима Белоусова, «Справедливая Россия», о лишении депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела за получение взяток в особо крупном размере. 6 декабря 2018 года он был лишен неприкосновенности фото, коммерсант Дмитрий Духанин. 25 июля 2018 года на севере Италии был задержан экс-сенатор от Новгородской облудумы Дмитрий Кривицкий. Арест был произведен по запросу России, где ему предъявлено обвинение в получении в 2012 году взятки в размере 17 миллионов рублей. Дмитрий Кривицкий отказался от добровольной экстрадиции на родину. О дальнейшем развитии дела не сообщалось фото. Валерий Левитин, РИА Новости. 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаева Черкесии Рауф Арашуков. Следствие подозревает его в ряде преступлений, включая организацию убийств лидера молодежного движения ДГХС Аслана Жукова и советника экс-глава Карачаева Черкесии Бориса Бзеева Фраля Шабзухова. Также был задержан отец сенатора Рауля Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества и хищении у Газпромагаза на 30 миллиардов рублей фото, коммерсант Дмитрий Духанин. 17 октября 2003 года Генпрокуратура обвинила президента компании ЮКОС Москва Василия Шахновского в неуплате налогов на 29 миллионов рублей. Спустя неделю он был избран сенатором от парламента Эвенкийского АО. В ноябре того же года решение об избрании господина Шахновского сенатором было отменено судом из-за нарушения процедуры. После этого он сам написал заявление о прекращении полномочий. 5 февраля 2004 года суд приговорил экс-сенатора к году у тюрьмы, но освободил от наказания в связи с изменением обстоятельств. Василий Шахновский возместил причиненный ущерб фото. Коммерсант 2 июня 2006 года сотрудники ФСБ задержали сенатора от парламента Калмыкии Ливона Чахмахчана при получении взятки в размере 300 тысяч долларов у главы совета директоров компании TransAero за урегулирование проблем со счетной палатой. 17 июля 2008 года Мосгорсуд признал экс-сенатора виновным в крупном мошенничестве и приговорил его к 9 годам лишения свободы. В ноябре того же года Верховный суд сократил срок до 7,5 лет. В мае 2011 года он вышел по Удафото. Коммерсант в ноябре 2006 года в Мосгорсуде началось рассмотрение дела кингисепской группировки киллеров. 16 января 2007 года в Бишкеке по обвинении в организации двух убийств был задержан сенатор от Башкирии Игорь Изместиев. Он был доставлен в Москву. Позже добавились обвинения в бандитизме, даче взяток, терроризме. 28 декабря 2010 года экс-сенатор был приговорен к пожизненному заключению фото. Коммерсант в январе 2007 года Генпрокуратура возобновила следствие по делу о хищении в 1997 году 231 миллион долларов в МАПА-МИК, подозреваемым по которому проходил сенатор Андрей Вавилов, Пензенская область. 10 января 2007 года Верховный суд признал наличие состава преступления, однако сенатор не был лишен иммунитета. В июле 2008 года дело прекращено в связи с истечением срока давности фото. Коммерсант в октябре 2011 года было возбуждено уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Парламентария обвиняли в рейдерском захвате здания в центре Москвы, но не смогли привлечь к ответственности из-за депутатской неприкосновенности. В 2018 году дело было закрыто в связи со смертью обвиняемого. Он был застрелен в Киеве, где скрывался от следствия фото. Коммерсант 6 июля 2012 года после обращения Генпрокуратуры РФ депутаты Госдумы сняли депутатскую неприкосновенность с коммуниста Владимира Бессонова. По версии следствия, в 2011 году парламентарий организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг перед резиденцией полпреда президента РФ в ЮФО. В 2018 году Кировский районный суд заочно приговорил Владимира Бессонова к трем годам лишения свободы за нападение на полицейских, присутствовавших на митинге, и объявил его в федеральный розыск фото. Коммерсант 7 апреля 2015 года депутат Госдумы Илья Пономарев был лишен неприкосновенности, а 17 июля заочно арестован за пособничество в растрате 22 миллиона рублей фонда Сколково. Сейчас он проживает на Украине фото. Коммерсант 21 ноября 2017 года в Ницце был задержан член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов. Российского сенатора обвинили в налоговом мошенничестве при покупке недвижимости стоимостью 400 миллионов. Несмотря на двукратную просьбу прокурора отправить Сулеймана Керимова под арест, суд оставил его на свободе под залог 40 миллионов. В июне 2018 года французская полиция сняла все обвинение и вернула залог фото. Коммерсант 3 августа 2017 года Озерский городской суд, Челябинская область, признал сенатора от Челябинской области Константина Цыпко виновным в получении взяток в особо крупном размере, около 28 миллионов рублей, и приговорил его к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 70 миллионов рублей. Фото, коммерсант 19 июня 2018 года в Госдуму было внесено представление Генпрокуратуры в отношении Вадима Белоусова «Справедливая Россия» о лишении депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела за получение взяток в особо крупном размере. 6 декабря 2018 года он был лишен неприкосновенности фото. Коммерсант 25 июля 2018 года на севере Италии был задержан экс-сенатор от новгородской облдумы Дмитрий Кривицкий. Арест был произведен по запросу России, где ему предъявлено обвинение в получении в 2012 году взятки в размере 17 миллионов рублей. Дмитрий Кривицкий отказался от добровольной экстрадиции на родину. О дальнейшем развитии дела не сообщалось фото. Валерий Левитин. РИА Новости. 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаева Черкесии Рауф Арашуков. Следствие подозревает его в ряде преступлений, включая Организацию убийств лидера молодежного движения ДГХС Аслана Жукова и советника экс-глава Карачаева Черкесии Бориса Эбзеева Фраля Шабзухова. Также был задержан отец сенатора Рауля Арашуков. Его подозревают в Организации преступного сообщества и хищении у Газпромагаза на 30 миллиардов рублей фото, коммерсант смотреть минус. Субтитры создавал DimaTorzok